Собрать, очистить, высушить, удалить шелуху, измельчить и, наконец, приступить к холодному прессованию и выжимке. На выходе получится масло и жмых. Производство продукта из растительного сырья на Литском участке предприятия Карелий Чулен непрерывное. Ежегодно здесь получают до 300 тонн различных видов растительных масел. Для производства используют установку КАВ-600, которая за год может переработать около 1000 тонн сырья. А джем происходит при низких температурах, что позволяет сохранить больше полезных веществ, содержащихся в семенах. Для фильтрации мы используем такую пищевую добавку, как кизельбург. И масло производим как пищевое, так и техническое. Пищевое масло ценится очень высокими своими качествами, именно полезными качествами. Так как оно вообще используется как в медицине, так и просто для употребления в пищу. Оно очень полезно и богато различными витаминами. Также его используют в косметологии, для изготовления различного вида кремов, для средств по уходу за волосами, ну и так далее. Вообще льняное масло, я считаю, что оно является наиболее ценным по сравнению со всеми остальными. Единственное, что нельзя использовать, это поддержать его термической обработке. Кроме этого, льняное масло используется как средство для пропитки деревянных поверхностей. Срубов, бань, беседок и не только. Оно предотвращает появление на них грибка, плесени, защищает от влаги. Также техническое льняное масло широко применяется в лакокрасочной промышленности для создания масляных красок. В этом году на Лидском участке предприятия «Карелий Челён» производство как технического, так и пищевого льняного масла расширится, что говорит о популярности этого продукта у населения. С нового сезона планируем производить льняное масло. Для этого силами мехотряда посеяно по Лидскому району 517 гектар льна масличного. Погодные условия в этом году оставляли желать лучшего, но всё же мы планируем около 500 тонн получить семян. Сезон льна – осень. Делать масло из этого сырья начнут в сентябре, а пока на участке получают продукт из семян рапса. Зимой же придёт время для переработки новой для предприятия культуры – горчицы. В прошлом году была запущена пробная партия. Масло получили из 30 тонн семян. Эксперимент оказался удачным, поэтому горчичное масло планируют производить на постоянной основе. Как новая культура у нас посеяно 262 гектара горчицы белой. В этом году мы произвели первое масло с данной культуры. Оно оказалось полезным очень. И некоторые свойства, которые нет в льняном масле. На льняном масле нельзя ни в коем случае жарить, так как это масло, оно испаряется. Вот это единственный вид масла, который, так скажем, испаряется. Но по соотношению омега-3 и омега-6 кислот, полезных кислот для человека, более ценное – это горчичное масло. Также на нём можно жарить пищу, употреблять вот таким образом. Вкусовые качества также его намного выше, чем ни в льняном масле. Производится оно во всём мире, но именно у нас можно отметить то, что это произведено с наших семян, выращенных на полях Литского района. Это масло пользуется большой популярностью в странах Европы из-за его полезных качеств. В цеху по отжиму масла из семян не бывает ничего лишнего. Производство продукта здесь безотходное. Всё, что остаётся после отжима масла из семян, превращается в жмых. Только в прошлом году его на предприятии получили в количестве 700 тонн. Жмых с Литского участка поставляют в сельхозорганизации на корм животным. Произведённый жмых в нём содержится в льняном жмыхе 33-34% белка. Также содержатся те же витамины, полезные для животных. В первую очередь льняной жмых используется для корма крупного рогатого скота и для произведения комбикормов. Всё сырьё, кроме семян рапса, которое поставляется из Карелического района, произрастает на полях личины. В ближайших планах предприятия быстро и качественно убрать лён-долгунец и лён-масличный с площади, превышающие 1600 гектаров. Для этого будут задействованы 24 единицы специализированной техники под управлением опытных механизаторов. Лён с Литских земель планируют собрать за 15 дней.